В этом году Абхазия должна выйти в плоскость практических дел. Об этом сказала Слан-Джаня на расширенном совещании, посвященном итогам 2002 года. В Абиге презентовали двухтомник работ по истории Абхазии одного из ведущих специалистов по истории России XIX века Анатолия Фадеева. Откуда в республике появился новый вредитель Афилину с поражающей эвкалиптой и как с ним бороться? Абхазия. С основным докладом о проделанной правительством работе за минувший год на расширенном совещании выступил премьер-министр Александр Анкваб. Глава правительства сообщил, что исполнение госбюджета в 2022 году составило 12 миллиардов 736 миллионов рублей, что больше установленных показателей на 1 миллиард 273 миллиона рублей. По отношению к первоначальным параметрам, установленным законом о республиканском бюджете, рост доходной части составил 1 миллиард 983 миллиона. В 2022 году налоговые доходы составили 6 миллиардов 309 миллионов, это 45,9 процентов от общих показателей. Неналоговые доходы составили 1 миллиард 600 миллионов. И безвозмездные поступления 5 миллиардов 827 миллионов. Основная доля в составе общего объема поступлений неналоговых доходов формировалась следующим образом. Доходы от внешнеэкономической деятельности – это 1 миллиард 26 миллионов 64,2 процента. Административные платежи и сборы – 9,8 миллионов 150 миллионов рублей. Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 153 миллиона. Основная доля безвозмездных поступлений составляет финансовая помощь Российской Федерации, которая в 2022 году пришла в полном объеме – 5 миллиардов 708 миллионов или 45,9 процентов от общих показателей. Эта помощь была концентрированной в целях социально-экономического развития – объема 4 миллиарда 158 миллионов. И в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвест-программы – 1 миллиард 550 миллионов. Основная часть собственных доходов обеспечена поступлениями, которые администрирует Министерство по налогам и сборам и Государственный таможенный комитет. Надо отметить, что эти ведомства заметно активизировали работу. Исполнение доходной части республиканского бюджета составило более 10 миллиардов рублей. Это на 889 миллионов рублей больше уточненных параметров республиканского бюджета на 2022 год. И на более чем на 1 миллиард по отношению к первоначальным параметрам. Поступление собственных доходов в республиканский бюджет составило 4 миллиарда 947 миллионов рублей. При уточненных параметрах в размере 4 миллиарда 36 миллионов рублей. Послам Александра Анклаб основными факторами, которые повлияли на увеличение поступления собственных доходов в республиканский бюджет 2022 года, стали расширение налогооблагаемой базы, в том числе через постановку на учет налогоплательщиков, которые ранее не были зарегистрированы, мобилизация просроченной задолженности, повышение качества администрирования налогов и сборов. Александр Анклаб также отметил рост доходов местных бюджетов. По поручению президента Аслана Абжания в 2022 году в энергетическую отрасль были инвестированы 566 миллионов рублей. В целях оптимизации энергообеспечения была разработана дорожная карта, в рамках которой были утверждены рамки тарифной политики на 5 лет и программа по установке приборов в учетах. Из средств республиканского бюджета на первом этапе приобретено 9 тысяч приборов. В нынешнем году планируется приобрести еще 10 тысяч, и на эти цели выделено 200 миллионов рублей, добавил Александр Анклаб. Нужна реабилитация передающих и распределительных сетей, нужен строгий учет потребления электроэнергии, нужна высокая собираемость платежей. При этом хочу подчеркнуть, что в условиях социально ориентированных бюджетных обязательств нашего государства, в обозримом будущем, это завтра, послезавтра, республика не будет в состоянии создать полноценную энергетическую инфраструктуру без привлечения инвестиций. Это данность, которую не признать невозможно. Президент Асламжани отметил, что созданные в районах комиссии по противодействию незаконной добычи криптовалюты в последнее время работают не на должном уровне и поручил усилить их работу. Сейчас здесь даю поручение еще раз, Кристина Константиновна, министр внутренних дел, главу районов, придать импульс этой работе. Небольшой пример, для того, чтобы вы понимали. Вот если в доме, в домохозяйстве стоит всего 5 аппаратов, которые потребляют 2,5 киловатт-часов, если все это помножить на 365 дней, то годовое потребление 109 тысяч киловатт-часов. По нашему тарифу, по рубль 30, это 142 тысячи рублей. А по тому тарифу, который существует в России, если бы мы за него платили, это 350 тысяч рублей. Таких аппаратов около 50 тысяч в Абхазии, по нашим данным. И фактически вот эти люди, которые содержат у себя дома вот эти аппараты, обкрадывают фактически страну на полмиллиарда рублей. Это объективная информация. Я понимаю, что многие закрывают глаза, сосед на соседа доносить информацию не будет, но объективная картина такая. Поэтому работу надо будет продолжить. В ходе совещания министр обороны Владимир Амур доложил президенту о работе по части мобилизационной подготовки. А сам Жаня особо подчеркнул, что вопрос обеспечения военной безопасности очень важен, и руководство страны делает все возможное в этом направлении. Руководство страны предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы в этом направлении у нас все было закрыто, твердо и прочно. Работы много, она идет. Государство изыскало возможности, обещало поддержку нам и бизнес-сообщества, но рассчитывая на то, что заявленные нами цели в этом плане будут достигнуты. С итогами о проделанной работе за 2022 год выступил министр внутренних дел Вальтер Бутба. Общее число зарегистрировано в преступлении в прошлом году 795, раскрыто 733. Совершено 235 тяжких преступлений и 190 особо тяжких. Вальтер Бутба сообщил, что рост раскрываемости преступлений вырос на 58,7%. В ходе совещания министр внутренних дел также сообщил, что начальник госавтоинспекции Абхазии Батал Агрба подал в отставку. Как пояснил, Бутба причиной отставки стала сложной ситуацией на дорогах страны. Вальтер Бутба также рассказал об инициативах по усилению ответственности за нарушение правил дорожного движения. К примеру, штраф за вождение автомобиля в нетредственном состоянии может быть увеличен с 12 до 50 тысяч рублей. Одно из поправок это ужесточение, значит, если ранее лицо задержанное за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, с первого раза мы не имели возможности лишить его права на управление автотранспортом. На сегодняшнем этапе в этих поправках, как раз об этом и говорится, с первого раза лишать и размер штрафа увеличить с 12 тысяч до 50. Значит, вот эту категорию правонарушений мы хотим привести на нет. И еще у нас есть следующая проблема. Мы определяем лицо, управляющее автотранспортом в нетрезвом состоянии. Просто лицо, отказавшееся от освидетельствования, он проходит как лицо, управляющее автотранспортом в нетрезвом состоянии. Но нету разграничений в отношении лиц, употребляющих сильно действующие наркотические вещества и в отношении лиц, употребляющих алкоголь. Вот тут тоже мы внесли ряд поправок, просим, значит, мы сторонники того, чтобы лица, употребляющие тяжелые наркотики, были лишены на более длительный срок управления автотранспортом, так как мы понимаем, что это больные, зависимые люди. Президент поручил усилить работу правоохранительных органов. На совещании также выступили другие главы министерств, которые доложили о проделанной работе за 2022 год. Алика Тапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Видеозапись расширенного совещания президента Абхазии Аслана Бжания, посвященного итогам 2022 года, смотрите в нашей программе 25 января. Тарас Хакба назначен председателем государственного комитета по делам молодежи и спорта. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. Еще одним указом президента, начальником государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии, назначен Гайрик Сангуле. Следующим указом глава государства назначил на должность начальника госуправления по государственной языковой политике Гунду Квициния. Следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора отделения паспортизации паспортного отдела по городу Сухум, паспортного управления МВД Виктории Джинджолия. Предварительным следствием установлено, что Джинджолия, являясь должностным лицом действия в нарушении закона о гражданстве Республики Абхазия, приняла от гражданина России Александра Лебедева документы для получения паспорта гражданина Республики Абхазия, среди которых в качестве документа, подтверждающего наличие гражданства Абхазии, имелась поддельная копия справки из комиссии по вопросам гражданства при президенте Абхазии, которая содержала заведомо ложные сведения. Джинджолия, ненадлежащая исполняя свои должностные обязанности, не предприняла меры по установлению подлинности данной справки. На основании подложного документа был изготовлен бланк паспорта гражданина Республики Абхазия на имя Лебедева и незаконно выдан ему. К другим новостям. Минздрав закупил и передал новое лабораторное оборудование Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил медучреждение и поинтересовался у медиков, как проходит работа. Всего центру было передано лабораторное оборудование на сумму 1 млн 472 тыс. рублей. Эдуард Будба также осмотрел проведенные работы по благоустройству территории Республиканской больницы. В Абхазском институте гуманитарных исследований прошла презентация двухтомника одного из ведущих специалистов по истории России XIX века Анатолия Фадеева. В сборник известного советского историка, работавшего в 1930-е годы, в Абхазии вошли ряд его книг и статей, посвященных истории Абхазии и Восточного Причерноморья. Составители научного издания, доктор филологических наук, академик Академии наук Абхазии Вячеслав Черегба и историк Алексей Дбар. Книга издана при финансовой поддержке фонда первого президента Абхазии. Шазина Ханагу расскажет подробнее. Анатолий Фадеев Крупный советский ученый, один из ведущих специалистов по истории России XIX века, был тесно связан с Абхазией. Здесь, в 1929 году, началась его плодотворная научная педагогическая деятельность. Анатолий Фадеев считался первым историком-марксистом в Абхазии. Фадееву было всего 23 года, когда он стал научным сотрудником Абдика. И он прямо сходу за пять лет написал более десяти книг, выпустил в течение пяти лет. Из них, я лучше прочиту, четыре научные работы по истории Абхазии, четыре путеводителя по Абхазии для туристов, причем все они были разными, не первое, второе, третье издание. Все четыре книги были совершенно разными. Вместе с Алексеем Вороненским. Потом он написал учебник по географии Абхазии для техникумов. И два учебника по обществоведению, написанных совместно с Захаром Аграбом, и изданных на абхазском языке в переводе Василия Ман. Двухтомник избранных сочинений Фадеева содержит его работы по истории Абхазии, изданные в 1930-е годы. Все они давно стали библиографической редкостью и представляют немалый интерес, и в наше время. В двух томах представлены наиболее важные работы. К примеру, одна из первых опубликованных им работ к вопросу о феодализме в Абхазии. В исследовании показаны особенности абхазского феодализма. Это была новаторская работа, где говорится о том, что в Абхазии не было крепостного права, но не было и свободных крестьян. Наиболее значимой работой Фадеева является большая статья «Убыхи в освободительном движении на Западном Кавказе». Эта работа является едва ли не первой и единственной, посвященной убыхам в советской историографии. Очень много написано о христианской реформе в Абхазии. Впервые тоже. Ее истоки, ее особенности. Почему она такой острый характер приняла. Он все это хорошо описывает в лицах. Очень доступный язык. И кроме того, можно сказать, что он очень много сделал для того, чтобы готовить. Ряд работы у него посвящены популяризации абхазской истории. У него работы для туристов. У него целый ряд книжек таких популярных, мессорынянским. О истории Абхазии довольно доступны в такой простой форме. И даже у него лекции для экскурсовода в Абхазии. Очень много. Мы тоже опубликовали их. Очень интересные лекции. Из-за массовых репрессий Фадеев стал подвергаться критике и преследованиям, как лакобовский приспешник. И вынужден был покинуть Абхазию. Заведующий отделом истории Абги Олег Бгажба впервые услышал о Фадееве от своего дедушки Андрея Чучуа. А увидел ученого в первый раз в 1962 году, когда собирался поступать в аспирантуру Институт археологии Академии наук СССР. Ученые отмечали важность двухтомника, в котором переизданы научные статьи и книги Анатолия Фадеева касательно Абхазии. Долгожданное получается издание. Долго лет готовилось. Но это были свои плюсы. В том смысле, что материал пополнялся, и в итоге получился двухтомник. И поздравить всех, потому что появилась возможность, фактически, как было уже отмечено, забытого или полузабытого автора, значит, заново прочитать. Здесь очень интересная его вещь опубликована к вопросу о кабанской культуре в Абхазии. Очень интересно. Он там ссылается на Стражева, на Лукина ссылается. Говорит, что это очень интересные находки были сделаны. Отдает дань Абно очень аккуратно, потому что это уже 1934 год. Как писал, кстати говоря, Салакая, что уже Абхазия была как бы автономной частью Грузии. Он очень осторожничал, естественно. Финансовая помощь в издании двухтомника Анатолия Фадеева оказана фондом первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Это очень хорошие работы. Для меня, честно говоря, это было откровением. Я до этого очень мало знала этого автора. А когда я увидела их в собственных руках, я понимала, насколько это представляет ценность. Удивительно. Просто можно с какими-то положениями не соглашаться, но фактический материал очень полезный. И я была рада, что нам удалось подготовить это издание. Тираж научного издания – 500 экземпляров. Двухтомный сборник избранных работ Анатолия Фадеева рассчитан на историков, краеведов и широкий круг читателей. Шазина Ханагуа, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. У абхазских предпринимателей появился свой профессиональный праздник. Асланджане подписал указ, согласно которому 25 октября в календаре республики станет Днем Абхазского предпринимательства. Впервые его отметят в 2023 году. С инициативой ввести в Абхазии День Абхазского предпринимателя в Народное собрание. В парламент республики вышла Торгово-промышленная палата. Парламентарии поддержали данное предложение. Защитники природы бьют тревогу. Вредитель Афелину с поражающей эвкалипты захватывает все больше территорий. В социальной сети появились публикации о том, что половина высаженных в прошлом году эвкалиптов на Сухумской набережной заражены. И, скорее всего, они могут быть опасны для соседних эвкалиптов. Пользователи интернет-сети высказывают мнение, что завезенный ранее посадочный материал был заражен. Но что думают специалисты на этот счет, в теме разбиралась Асида Малия. Они помогли победить малярию, осушив болото. Вечно зеленые эвкалипты. Эти красивые, с раскидистыми ветвями деревья не просто нужны, а крайне необходимы на прибрежной части Абхазии. Поглощая более 300 литров воды в сутки, эвкалипты способны осушить близлежащую территорию на расстоянии нескольких десятков метров. На стыке улицы Мама Шамиля и набережной Диаскоров около года назад благоустроители города начали спасательную операцию. Горожане знают, что в этих местах всегда влажно, вода застаивается, зимой даже заболочена. Мы связались по телефону с инженером по благоустройству города и узнали подробности о решении высадить эвкалипты на этом участке парка. Инженер по благоустройству города Кама Кутели рассказала нам и о трудностях, с которыми столкнулись в процессе высадки деревьев. В 2021 году администрация ООО «Ашта» и «Ко» были приобретены саженцы деревьев, это эвкалипта и дубков на штампе. Прежде чем произвести высадку, мы обратились к экологам. Я лично вела беседу с Аверлием Михайловичем. Мы подбирали место для посадки. Конец улицы Мама Шамиля, так как там заболоченное место. Место, куда часто наши гости спускаются, это выход к морю. Этот участок был очень сложный. Видимо, впоследствии стройки было очень много строительного мусора, которое сверху еще поросло землей. Очень долго и тщательно выкапывали лунки, привезли туда хороший грунт. Были обильные поли, ежедневно. В месяц раз-два наш агроном делает такую своего рода ревизию. Но все было бы замечательно, если бы не вредитель, замеченный на листве нижних ветвей эвкалиптов. В социальной сети появилась публикация о том, что половина деревьев заражены. И, скорее всего, они могут быть опасны для соседних эвкалиптов. У пользователей интернет-сети есть мнение, что завезенный посадочный материал был заражен. Я присутствовала во время посадки и видела, как агроном смотрел каждое дерево. Мы не могли упустить. Лично я сразу набрала агроному, спросила, как это было возможно. Он подтвердил, что деревья были достаточно здоровыми. И болезнь, возможно, как он мне объяснил, они могли заразиться там в течение всего этого времени. Кстати, саженцы эвкалиптов были приобретены три года назад. А высажены лишь год назад. Все это время в деревьях заботились в аштагруп. Обильно поливали, профилактически орошали, следили за здоровьем. Но самое важное звено в цепи – госинспекция по карантину растений. Инспекторы этой службы обязаны на этапе ввоза в Абхазию любого посадочного материала проверять на наличие инвазивных вредителей. В случае, когда таковые обнаружены, запретить ввоз или же уничтожить растения. «Завозится, наши проверяют, есть ли там вредители или болезни. Если там есть, мы, естественно, имеем право или вернуть вообще. Если карантинный объект или карантинные болезни какие-то мы имеем, или сжечь вообще, или убрать, вы понимаете, тут мы строго следим за этими процессами. Но сегодня, когда, допустим, Аштокруп, таких очень много, и мы, конечно, следим. Опять же, каждый раз через определенное время приезжаем, проверяем, есть ли там какие-нибудь вредители или болезни. Но там есть у них свои агрономы. Они тоже сами проводят. По словам начальника госинспекции Аркадия Джанжал, обследование ввозимого посадочного материала осуществляют не только на границе, но и на местах. А в случае с эвкалиптами инспекторы дали заключение о том, что посадочный материал не болен, а вредитель на деревьях обнаружился спустя лишь год после посадки. Это вредитель. Называется аферамус. Это не сегодня появилось. Года 3-4 назад наши инспектора обнаружили в Каговском районе. Естественно, образцы отобрали, привезли, посмотрели, установили, что за вредитель. Дали рекомендации управления сельского хозяйства. Но сегодня, да, есть повреждения серьезно. Таким образом возникает версия, что деревья изначально были здоровы и заразились уже в парке. С учетом того, что названный вредитель облюбовал абхазский эвкалипт и вот уже третий год как. Конечно же, к лечению новых насаждений приступят, но только в марте, в самый подходящий для этого период. Асида Малия, Раму Камке, Абхазское телевидение. 7 февраля в концертном зале Абхазского государственного драматического театра пройдет мастер-класс бас-гитариста Антона Давидянца и вокалистки Лауры Воденицкой. Как сообщает пресс-служба Минкульта, прислать заявку на участие в мастер-классе нужно на электронный адрес Министерства культуры. И в завершении выпуска погоди. По сообщению гидрометцентра, в среду 25 января на территории Абхазии ожидается применная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 8, 13 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok